Друзья, привет! Нахожусь на кровле. Сделаем мы здесь с ребятами такой вот интересный навес. Работаем, несмотря на то, что сегодня ждем Ольгу в Москве. Получается у нас вот такая вот яндова. Что здесь вообще за узел? Здесь у нас идет кукушка, здесь у нас идет скат. Мы делаем, соответственно, вывод яндовы непосредственно на скат. Сейчас промежуточные работы, но уже можно показать вам детали. Первый момент. Выход всегда выполняем яндовый на скат через вот такие места. Через перехлест, соответственно, подкроем изоляцию между толотнами. Выводим, подрезаем и обязательно вот эти вот места все проклеиваем. Как мы выполняем работы? Сначала вот эти вот места перехлеста, видно вот здесь вот листик герметик. Мы применяли Дельта Тан, специальный герметик. Сейчас вам покажу ютюбик. Вот так вот он у нас выглядит. Он, собственно, выполняет функцию вот здесь вот проклейки и примыкания гидроизоляции. Таким образом узел получается максимально герметичным. Далее мы берем, соответственно, и все вот эти вот перехлесты, помимо того, что нанесли Дельта Тан, мы еще и проклеиваем их мультибендом. Таким вот образом у нас получается абсолютно герметичный выход такого слабого как бы места, да, с потенциальными протечками, как яндола. Собственно, максимально страхуемся и делаем его абсолютно герметичным. При таком вот способе выполнения он не потечет даже при дожде, при снеге, пока у нас крыша не будет накрыта непосредственно кройльным покрытием. Ну, а узел вот такой вот, когда яндола формируется корыльным способом, ставятся два бруска, он является наиболее оптимальным, поскольку здесь какие-либо точки крепления, они абсолютно отсутствуют. А вот эти скобы мы перекроем, когда будем приклеивать уже сюда уплотнительную ленту и монтировать обрешетку, скобы у нас будут закрыты. Пока вот такие вот промежуточные работы мы выполнили.